МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕСНЯ На горе, на косогоре девки молятся, Николи молятся, стараются, а зауш собираются. Ты, подруга, дробивей, под ногой ты словей, Подруга и та галочка, дробивая товарушка. Вот спасибо тебе, мама, что такую родила, А старую и боевую, и котик взломать. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте, фестиваль Асварожичев. Мы очень рады, что таким погожим весенним днём Вы все прибыли к нам сюда, и большие, и малые. Наш фестиваль – древнее наследие предков, Встреча с ремёслами русскими, промыслами старинными. Всё, что травой поросло, забелилось сединой, Каждому здесь откроется. Все ребята сегодня по старинной традиции Соприкоснулись с русскими обычаями. Вот, например, с русским обычаем – хлебосольной встречи. И сегодня именно с хлебосольной встречей Мы рады приветить вас также. По старинной русской обычаи дорогие гостей Всегда встречали хлебом да солью. Соль, говорили бабушки, душа земли, А хлеб – её огонь. Вот сейчас, дорогие друзья, мы предлагаем вам Присоединиться к этому старинному обычаю И отведать, то, что нам сегодня с вами послано было. Подъезжали мы по селу, Заиграй, дуличка, весело, Заиграй, дуличка, весело, Чтоб наше село весело было, Чтоб наше село весело было, Чтоб наш каравай декрасен был, Чтоб наш каравай декрасен был, Чтоб весь народ весен жил. Играет музыка 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 центра, Центра традиционной славянской культуры Рускалань на базе Международного Центра Артек. Суть проекта — строительство комплекса деревянного зодчества, в котором возникнет действующий на постоянной основе Центр Русской традиционной культуры. Один из важнейших проектов фонда — создание Музея славянской мифологии. В музее будут представлены работы тех художников, которые представлены у нас сегодня на фестивале. Это Телла Дыванов, Андрей Клименко, Борис Ольшанский, Александр Угланов, Александр Трубников, Константин Васильев. Отметим, что фонд рад принять посильную материальную, информационную, экспертную поддержку в этом начинании. Отметим также, что сегодня есть еще один важный проект, он связан с издательским делом. Это издательство Радович. Очень важно для того, чтобы дети знали свою историю, знали свое прошлое, работать с книгами, работать со знаниями предков, чтобы это передавалось и доносилось. Это еще одно важное знаковое начинание фонда. И последнее из пяти важных направлений работы фонда — это создание цикла фильмов, народной традиции, связанных с особенными местами, которые есть в нашем историческом прошлом. Цикл фильмов «Места силы». Фонд достигает поставленных целей неспроста. Хочется тем, благодаря важному, внимательному, знаковому руководству. Мы рады предоставить слово председателю Национального фонда древнерусско-ведической культуры «Сварог» Андрею Шахову. Дорогие друзья, я очень рад, что сегодня у нас так много собралось здесь детей, потому что мы видим деятельность фонда именно для детей, потому что главная цель нашей культуры — это передача образа. Образование происходит от слова «образ». То есть мы должны передать детям русские образы, наши славянские образы, и тогда мы получим патриотов, которые будут любить нашу страну, понимать древние образы, понимать сказки и глубину, все, что хотели передать через эти сказки наши предки. Если же, конечно, мы сейчас видим, дети будут воспринимать только либеральные, так называемые, ценности западные, то мы вырастим западных патриотов, то есть граждан Америки и Западной Европы. Поэтому, если мы хотим в будущем иметь крепкую державу, Великую Русь, нам необходимо детям передать наши древние образы, которые завещали нам предки. И именно это является главной целью нашего фонда. Поэтому я очень рад, что сегодня такое уважаемое собрание, так много детей, это нас очень радует, и мы готовы в будущем усиливать нашу работу и объединять все силы для достижения этих главных значимых целей. Спасибо. Сегодня мы встретились в удивительном пространстве. Это пространство с самого начала подготовило ребят для встречи с историей. И мне бы хотелось предоставить слово хозяйке этой замечательной усадьбы директору Федерального музея профессионального образования филиала Университета машиностроения в городе Подольске кандидату педагогических наук Тархановой Тамаре Александровне. Я хотела бы сразу обратиться к детям. Мальчики и девочки, у меня к вам вопрос. Какой великий праздник, какое событие великое было недавно? Первый мая. Какого? Первый мая. Первый мая. А праздник как называют? День победы. Молодцы. Вот я считаю, что особенно знаменательно то, что фестиваль славянской культуры проходит между двумя великими датами. Это день победы советского народа в Великой Отечественной войне. И 24 мая. Но я уже не спрашиваю, какой будет праздник, потому что сомневаюсь, что вы ответите правильно. Но сообщаю вам, что 24 мая мы празднуем День славянской культуры и пыльности. И как связаны эти праздники? Вот вы знаете, славяне, они всегда были замечательные воины. Они славились везде, как воины. И вот эта ратная, воинская слава, она передавалась в поколение в поколение и позволила нашему народу победить Великой Отечественной войне. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы никогда не отрывались от своих ратных корней, от своих истоков славянских. Чтобы вы помнили, что вы славяне. Особенно важно сейчас это, когда пытаются славян разъединить. Так сказать, стереть вот это единение, стереть это единение. Я прошу вас, помните об этом. Откуда есть пошла русская земля, откуда наши истоки, откуда наши традиции. И вы молодцы, что принимаете участие в таком замечательном событии. Всем творческих успехов и быть победителями по жизни всегда и во всем. Мне бы хотелось предоставить также слово одному из руководителей принимающей стороны, ректору университета, проректору университета машиностроения, доктору экономических наук, Бутков Евгению Яковлевичу. Здравствуйте, ребята! Вот скажите честно, когда вы сюда шли, вы думали, что вы увидите такую красоту архитектурную, в которой оказались? Скажите честно, вам понравилось? Я еще раз попрошу нашу хозяйку Тамару Александровну подняться, посмотреть на вас, а вы аплодисментами скажите ей спасибо. И всему я пока говорю про дом, про атмосферу, в которую мы попали, про организаторов чуть позже. Понимаете, вот здесь когда-то жили несколько веков назад наши с вами предки. Сюда приходили в гости выдающиеся люди нашей России, великие поэты, великие художники, писатели. А теперь пришли вы. Я думаю, что вы надолго запомните то, что вы сегодня увидели. И я хочу, чтобы вы тоже огромное спасибо сказали организаторам этого мероприятия, фонду и центру Сварок, за то, что они для вас сегодня делали и делают для детей нашей страны. Скажите им спасибо. Громкими аплодисментами. Вот здесь совсем недалеко, в нескольких метрах от нас с вами, берег реки Пахры. Вот вы себе представляете, что в этой реке, наверное, немного рыбы, но она есть. Она плавает в этой воде. Она может жить без воды? Нет. Мы с вами это знаем. А вокруг воздух, там летают птицы. Птицы могут жить без воздуха? А вот для человека такая среда обитания. Это культура. И вот те люди, которые вас сегодня пригласили, они вам подарили маленькую частичку за короткое время великой русской славянской культуры. Вырастайте в себе из этого маленького большую вашу человеческую душу. А когда придете сегодня домой, скажите вашим маме и папе, бабушке и дедушке, я сегодня прикоснулся к великой русской славянской культуре. Ребята, у вас скоро заканчивается учебный год. Я вас очень прошу, встаньте, пожалуйста, те, кто учился хорошо. Садитесь, пожалуйста. А теперь встаньте, пожалуйста, кто учился плохо. Вот есть же четверо ребят, из которых совесть зашкаливает. Садитесь, учитесь следующий год хорошо. И тем, кто учился хорошо, и тем, кто учился не очень, старайтесь, чтобы было лучше. Я думаю, что организаторы этого праздника сделали вам подарок к окончанию учебного года. Радуйтесь, хорошего вам отдыха на каникулах. Удачи вам, ребята, и вашим родителям. Спасибо большое, Евгений Яковлевич. Я смотрю, ребята даже притихли. Мы уже примерно, наверное, часа три с ребятами взаимодействуем. Я понимаю, что они немножко устали, но сейчас прямо все внимание уже здесь. Друзья, мы сегодня пригласили к нам на сцену замечательный фольклорный коллектив. Это фольклорный коллектив Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Это ребята, которые знают те песни, которые пели наши бабушки и дедушки очень и очень давно. Вот сейчас они вам подарят еще одну песню. Возможно, даже споют ее с вами. Здравствуйте, дорогие гости. Мы сегодня очень хотели бы с вами спеть одну замечательную песню. Называется она «Ох, ударила дубинка». Как вы знаете, все песни народные, да, там есть припев, да, и куплет. Вот в этой песне припев очень простой. Давайте вместе его повторим. Ой, нуша, лёли-лёли, али-лёли-лёли. Запомнили? Да. Очень просто. Давайте вместе. Ой, нуша, лёли-лёли, али-лёли-лёли. А чтобы еще вас лучше запомнилось, давайте мы с вами вместе в ладоши прохлопаем. И вот на разрешение всей песни будем хлопать. Тогда вас слышит и все получится. Попробуем? Ой, нуша, лёли-лёли, али-лёли-лёли, али-лёли-лёли. Отлично. Ну что, мы запеваем, а вы вместе с нами повторяете припев. Ой, нуша, лёли-лёли-лёли, али-лёли-лёли-лёли. А еще белая лёли-лёли, али-лёли-лёли, али-лёли-лёли. А гола пуза я матрёна, ты зачем же выходила? Ой, нуша, лёли-лёли-лёли-лёли, али-лёли-лёли-лёли. Ты зачем же выходила? Лучше б дома сидела. Ой, нуша, лёли-лёли, али-лёли-лёли-лёли. Лучше б дома сидела. Руба жёночка шеяла. Ой, нуша, лёли-лёли-лёли, али-лёли-лёли-лёли. Руба жёночка шеяла. По миллионочку тоже ела. Ох, ну молодцы. Дорогие друзья, нам бы хотелось предоставить слово специальному правлению Международного фонда МВД России, заслуженному сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации полковнику полиции Пайзиеву Кусану Тургуновичу. Дети, тихо, к вам приехала полиция. Я хочу ещё раз поблагодарить Евгения Яковлевича за очень добрую и правильную атмосферу. Вы сегодня принимаете нас здесь в Подольске. Мы просто приехали посмотреть, как мы здесь с вами живём. Живём мы хорошо, живём мы сказочно, живём мы дружно. Друзья, сегодня наш приезд сюда не просто так. Это историческая наша миссия, которую мы осуществляем на всей территории страны. Я участвую в этом проекте уже третий раз. С гордостью и с ощущением. Дело в том, что когда полицейская структура принимает участие в детских мероприятиях, и которая направлена на благополучие, радость и удачу, то эта акция принесёт добро. И сегодня Подольская земля принимает очень уважаемых людей, мною. Сегодня присутствует за этим в этом зале просто герой Советского Союза Шепарнёв Михаил Владимирович, ветеран Главного разведенного управления Российской Федерации. Я хочу, чтобы его поприветствовали, и он будет нам помогать сегодня вручать определённую миссию. В общем, я хочу, друзья, от имени Министерства внутренних дел Российской Федерации, от имени правления Международного фонда МВД России имени генерала Голубева сегодня поприветствовать всех, кто организовывает это мероприятие. Низкий поклон ректору и проректору университета. Спасибо большое. Я хотел бы низко поклониться главе администрации города Подольска и очаровательной заму. Я не знаю, они присутствуют здесь сегодня или нет, но, наверное, не помню, что они подъедут. Низкий поклон семейству Лобановых, потому что с вашей подачи мы сегодня организовываем это мероприятие в целом вместе с фирмой Фаро. И отдельное спасибо Трубниковой Татьяне, которая всегда и везде проводит эти акции на протяжении энного количества лет. Она обменяет вокруг себя сотни тысяч детей, которым радостно видеть всё, что вы сегодня будете делать, сотворять и брать с собой домой. Позвольте, сделаю для вас очень приятную миссию. Я сегодня постараюсь вручить почётные грамоты, именно это осуществить мой уважаемый руководитель Герой Советского Союза, Шипарнёв Николаевич, тем людям, которые отличились в данной акции. Спасибо. Позвольте, от имени руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации, к сожалению, они сегодня отсутствуют, но полномочили нас сегодня вручить почётную грамоту от руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации Николаенко Андрею Владимировичу. Но ввиду того, что он сейчас отсутствует, я так понимаю, что эту миссию мы, Евгений Евгеньевич, на вас возложим с благодарностью. Капканова Тамара Александровна. Спасибо. Как же без вас. Дорогие друзья, ну и, конечно, Свара. Это организация, с кем мы будем работать долгие-долгие годы и приносить радость всем, кто нас будет окружать. Мы будем носить с собой мир славянской мифологии. Будьте любезны. Андрей Шак. Я хочу, безусловно, поблагодарить и крепко пожать человеку по фамилии Лапанов Мит Сергеевич сказать, что он для нас открыл Подольск. Он для нас открыл вас. И в этом прекрасном мире живём за Министерством. Отсутствующие, господа, это глава администрации города и зам, я так понимаю, что кто-то будет полномоченных передать. Мы, властелины Марса и Венеры, мы духи света. И, быть может, тьмы, вы, как и я, носители чистой и белой, совет на том, что будем вместе мы. Спасибо. Ребята, мне кажется, мы сегодня с вами сделали хорошее и большое дело. Напоследок мне бы хотелось пожелать вам несколько поэтических строк. Не растерять бы, что имею, не позабыть, откуда я. Строкой истории твоей мой дышь в путь. Земля моя, её колен, свершение лица. В очах столетия века. Твои священные страницы листает трепет на руках. Россия, имя, да святится твоё века. Святая птица, всё кличет, рвётся в облака. Пара-пара, лосточка, садовара. Пара-пара-пара, лосточка, садовара. Вы, садовара, садовара. Вы, садовара, садовара. Щекотала лосточка на море. Щекотала лосточка на море. Вы, на море, на море. Вы, на море, на море. Плакала девчоночка на заре, Вы на заре, вы на заре, на заре. На белом на камушке сидючи, Вы на белом на камушке сидючи, Вы на пострую речнику глядючи, Вы на пострую речнику глядючи. Продолжение следует...